Добрый день! Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви» с протеереем Владимиром Волгиным. Сегодня Отец Владимир продолжает свою беседу, посвященную Рождеству Пресвятой Богородице. Отец Владимир, здравствуйте! Добрый день, Любовь Сергеевна, и добрый день, дорогие наши телезрители! Ну что ж, Отец Владимир, в прошлой нашей программе мы остановились на той встрече, которая должна была состояться между родителями Пресвятой Богородицы. Ну, с нетерпением ждем продолжения Вашей беседы. Да, ну что же, Господи, благослови нас! Итак, Аким и Анна. И Аким с Анной уже прожили 50 лет жизни друг с другом, и у них не было детей. Но мы знаем, что природа женская умирает, репродуктивные способности умирают у женщины, и после определенного возраста зачатие не может совершиться. И здесь также по всем человеческим меркам не должно было бы быть совершено зачатие зачатие Пресвятой Богородицы. Но вот очень важно вообще любому человеку... Мы сейчас живем в прекрасном, с одной стороны, мире, а с другой стороны, в плане цивилизации в ужасном мире. Тогда как человек, допустим, семья испытывает бесплодствие там на протяжении одного года, двух, трех лет даже. А я знал и знаю одну семью, которой 14 лет не имели детей. Но, слава Богу, они выстояли, уповали на Бога и родили потом троих детей. Сначала двойню, потом еще одну девочку. Вот они в них... Вера не оскудевала. Они просили своих друзей, своих родных помолиться о них, чтобы Господь не оставил их и чтобы Господь наградил бы их чаду Роди. Но для этого нужно еще некоторые свойства человеческие, качества человеческие. Конечно, Господь может сотворить чудо с великим грешником и восставить его из такого падшего состояния, если и человеческая воля будет направлена на это, до состояния святого человека. Но, к сожалению, к сожалению, часто так не происходит. И люди, живя друг с другом и видя, что зачатие не может совершиться, начинают прибегать к разным цивилизационным ухищрениям. Эко, да? Или еще какие-то? – Церковь не благословляет эко? – Нет, не благословляет. С одной стороны, это вмешательство в волю Божию. С другой стороны, это проявление неверия людей промыслу Божьему. Вы видите, 50 лет. Но, правда, тогда таких способов не было к рождению детей, к зачатию детей. Не благословляет. Это даже в концепции, в концепции об этом написано. Правда, там написано еще и то, что, ну, в каких-то особых случаях, особых случаях, ну, вот, церковь делая снисхождение. И вот, в такое время мы живем. А Айким и Анна, конечно, не имеют. – Божьем, прошу прощения. И сразу же вопрос, тоже мы расставим все точки на «ды», но еще используют женщин, тоже есть, да? Женщин используют для того, чтобы для вынашивания своего ребенка, приглашают суррогатное материнство, так называемое. Его сейчас часто рекламируют в средствах массовой информации. Я думаю, что церковь тут тоже крайне отрицательно к этому относится. – Да, конечно, конечно. Конечно, ничего искусственного в этом таинственном зачатии, да, в этом таинственном ношении ребенка по сердцу матери ничего не должно быть. Ну, раньше и сейчас встречаются семьи, которые имеют кормилиц. И это чаще всего бывает у людей, у женщин, у которых нет молока. Ну, что же делать? Ну, таким натуральным женским молоком, материнским ребенок может питаться, и я думаю, что вот в этом такого особого грехопадения человеческого нет и невозможно проследить. Возвращаясь к Акиме Иоанне 50 лет, на что они рассчитывали? На что они могли рассчитывать? Они только могли плакать, сокрушаться, хотя, может быть, и наверняка у них сохранялась частица веры в то, что Господь может все сотворить в этой жизни. Допустим, Сара родила в 90 лет. Так же и с ними может сотворить это чудо. И Господь сотворил это чудо. Анна забеременела, зачала. И в честь зачатия Анны Пресвятой Богородицы Церковь установила празднование, Православная Церковь, 22 декабря каждого года мы празднуем зачатие Анны Пресвятой Богородицы. Но это праздник. Почему праздник? Не столько чудо является праздником, а сколько тот плод, то есть Пресвятая Богородица является чудом из чудес и даром для всего мира. Она родила искупителя грехов, а главное первородного греха Господа нашего Иисуса Христа. Сомнений нет в том, что Господь Иисус Христос, но предположить этого невозможно, чтобы Он вселился бы, допустим, в утробу грешницы. Но тем не менее хотелось бы отметить, что благополучие духовное наших детей зависит от той жизни, которую ведут родители. Я прекрасно помню, когда я поделюсь. Когда матушка моя была беременной, и мы приехали к отцу Иоанну, даже не только с тем, чтобы попросить его молиться о матушке, о нас, о будущем чадо-роде, а сколько спросить его о том, как же воспитывать детей. Мы же были воспитаны по-советски, по-коммунистически, у нас опыта воспитания христианского не было, и надеялись услышать от него нечто необычное, необыкновенное. Мы услышали это необычное, но в очень простых словах сказанное. Если вы не хотите, чтобы дети ваши пили, ну, имеется в виду алкоголь, не пейте, курили, не курите, блудили, не блудите, авторитетом своей собственной жизнью, закончил отец Иоанн. Как просто. И кратко. И кратко. Но этот перечень страстей человеческих можно, безусловно, умножить, но ненамного, потому что мы имеем ограниченный спектр наших страстей и грехопадений. Но то, что Иоаким Иоанны были праведны, это засвидетельствовало Евангелие. И то, что по-особому наверняка Пресвятая Богородина Анна относилась к тому, что у нее было под сердцем, к Марии. Она уже знала, что родится девочка, которой назовут Марии. Это, безусловно, так. Наверняка можно предположить, что Анна и Аким проводили молитвенную жизнь. И в это время, во время зачатия, во время ношения Пресвятой Богородицы под сердцем Анны, Анна и Аким наверняка еще более усерднее и много молились о благополучии младенца и о благополучном рождении этого младенца. Что, собственно, и произошло. Даже если бы Пресвятая Богородица, предположим, не стала бы Пресвятой Богородицей, то я думаю, что отрасль, которую воспитала семья Иакима и Анны, была бы удивительной и святой уже по воспитанию, не только по благодати Божией, но и по воспитанию. Но здесь особый плод и особое попечение Бога и особая молитва Иакима и Анны, которые молились о даровании младенца. И уже до зачатия Анна решила посвятить младенца девочку Богу. Вот совершилось Рождество Пресвятой Богородицы. Я почти помню тропарь этот наизусть, потому что я рассказывал вам, что Господь меня обратил к себе в день Рождества Пресвятой Богородицы. Но я случай чего подгляну в книжку. Конечно. Да. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебя, Бога, сия солнца правда, Христос, Бог наш. И, разрушив клятву, даде жизнь, нет, даде благословение. И, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Вот что связано с событиями Пресвятой Богородицы и как Церковь отреагировала вот этими дивными и чудесными словами на Рождество Пресвятой Богородицы. Глубокими, сокровенными, возвышенными словами о Рождестве Пресвятой Богородицы. Ну вот мы закончили тему, связанную с рождением Пресвятой Богородицы, с Рождеством. Атист Владимир, а можно небольшой вопрос? Считается, что Пресвятая Богородица нигде так не почитается ни в одной стране мира, как в России. И образ в ее великое множество в нашем Отечестве. Как вы думаете, а с чем это связано? Почему именно русские люди православные так полюбили Пресвятую Богородицу, хотя есть и другой православный мир? Ну, на этот вопрос мне трудно ответить. Мне кажется, на этот вопрос даже, может быть, и невозможно ответить. Можно строить разные гипотезы. Но у вас наверняка есть. да, но это есть дар Божий Святой Руси. То, что Россия, Русь, оказалась Бога избранным государством. Почему? Почему язычники, которые даже в своих языческих оргиях предавали своих детей на смерть, приносили в жертву? Так поступали и другие народы. Но почему именно Россия была избрана Богом? Вот в том смысле, о котором вы говорите, ну, это вы, на этот вопрос я хоть и думал, но ответить не могу. Только лишь объяснить это даром Божиим. Вот разве можно объяснить место в Священном Писании, это не один раз встречается в Священном Писании подобное. У Исаака было двое детей, и Господь в Библии в Священном Писании, через Библию говорит, Исаава, Исаава я возненавидел, а Иакова я возлюбил. они в очреве материнском, а уже Господь произносит этот суд. Вот что можно сказать, почему, за что Исаав был нелюбим Господом, и за что такой путь был, путь любви Господа к Иакову, был обозначен в Священном Писании для Иакова. Это невозможно объяснить. Я думаю, что, конечно, вот в плане человеческом очень многое невозможно объяснить. Апостол Павел, гонитель Христа идёт по пути в Дамаск, его осеевал свет ослепительный, и он услышал голос, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожда. Почему он, Господь, явился Савлу? почему Савл, который одобрял убиение многих христиан, вдруг становится избранником Бога, таким страстным, любящим Бога человеком? Он готов на всё идти, на смерть, на ужасные муки ради любви ко Христу. Объяснить это невозможно, мне так кажется. Нет, попытки можно сделать, но думаю, что эти попытки будут жалкими. Это нужно изнутри, а изнутри это значит Духом Святым проникнуть в эту тайну ткани человеческой жизни, человеческой природы. Совершается то, что обещала Анна. Три года исполнилось Пресвятой Богородице и созываются от раковицы родственники к храму Господню для того, чтобы совершить ведение будущей Пресвятой Богородице во храм. Я думаю, что Пресвятая Богородица удивляла родителей своих уже и до трех лет. А писатели жизни Пресвятой Богородицы говорили об остром уме Пресвятой Богородицы, об очень глубоком понимании многого из духовных чтений. А здесь она еще удивляет и тем, что в три года она преодолевает самостоятельно 15 ступенек, ведущие ко храму. Без всякой помощи. Вот я видел трехлетних детей, которые забираются по лестнице, но если они самостоятельно добираются до верха, может быть, я, безусловно, не всех знаю детей, но они карабкаются по лестнице, а здесь как птичка вспорхнула Пресвятая Богородица там, к тому месту, где ждал ее первосвященник Захария вместе, вместе со священниками, которые были предупреждены, и, может быть, даже это было провидение того, что сейчас совершится нечто необычное и необыкновенное для мира. И потом священник Захария берет Пресвятую Богородицу за руку и уводит ее сначала не там, где живут обитатели храма. Там было, если мне помнится, построено 30 зданий трехэтажных. А сразу же уводят Пресвятую Богородицу в место, которое в храме называется Святая Святых, в место, в которое не допускали священники никогда. И только лишь первосвященник один раз в году мог заходить с кадилом для того, чтобы воскурить фимиам в этом светоносном, святоносном и светоносном, таинственном для нас вместе. Батюшка, что ж, программа подошла к концу, как всегда, совершенно неожиданно и очень быстро. Я вас благодарю за сегодняшнюю передачу и надеюсь на следующую встречу. До встречи. Ждем с нетерпением. Спасибо. Спасибо. Храни вас всех, Господь. Спасибо. Я, Любовь Акильна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с протеереем Владимиром Волгиным. Желаю здравия, душевного и телесного вам и вашим близким. Как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.